Режиссерская постановка сражений, повторяющая события раннего июньского утра, заставляет современников испытать весь кошмар, который пережили наши предки. Сжимаешь сердце и испытываешь огромное горе за эти людские потери. Огромное количество людей погибли, и солдаты, и мирных жителей. И очень хотелось бы, чтобы такого больше не повторилось. Комок в горле, и мы не первый раз это смотрим, и не первый раз этот комок. Вы знаете, единственное, что я подумала, стоят ребята, представители юнармии, и девочка лет, наверное, 13, может быть, 14, и она заплакала тошно. Я подумала, что если плачут эти девочки, то, наверное, у нас еще не все потеряно, и мы этим детям передали вот те чувства, которые хотели передать, чтобы они действительно помнили. Слезы тогда наворачиваются. Я уже не первый раз прихожу сюда, и, знаете, чувства каждый раз охватывают меня. Я могу только представить, какой ужас пережили люди целое время. Как только начали взрывы, было страшно. А если представить, что это все было по-настоящему, действительно было, и это было в разы громче, в разы страшнее, и, думаю, это было просто ужас, в общем, страшно. Трагические события 77-летней давности воссозданы до малейших деталей. Немецкая атака крепости – мощнейший обстрел. Нападение захватчиков вмиг обрывает безмятежную жизнь. Далее – самоотверженное противостояние красноармейцев. Конечно, самый трагичный и эмоциональный момент постановки – взятие в плен мирных жителей. Взрывы, выстрелы и повсюду запах пороха. В сценической постановке используют пиротехнические изделия, раритетное оружие, историческую боевую технику. К этому событию реконструкторы готовятся месяцами, работают над каждой деталью, ведь все должно выглядеть в точности, как 77 лет назад. В полной идентичности с реальной историей новость добиться благодаря аутентичным образом и основанному на свою реконструкцию. Людям, которые с года в год надевают форму военный пирс, чтобы повторить опыт защитников легендарной цитаты Ленадзугом. Это память для наших дедов и прадедов. Я, если честно, у меня сегодня первый реконструкторский бой. Я сегодня в Бресте, это очень знакомо. Я сейчас не могу говорить, у меня слезы уже на глазах. Немецко-фашистские захватчики планировали взять крепость за несколько часов. В результате сражались несколько недель. Вместо легкой победы почти месяц сражений и серьезных потерь. Даже враг был удивлен смелостью и отвагой советских бойцов, их крепостью духа. Именно здесь, на Брестской земле, был заложен первый кирпичик победы. А цитадель над Богом и по сей день дышит подвигом славных защитников.